Люди однаглели, они живут только для секса. Почему греховно использовать резинки, все эти таблетки? Почему греховно использовать, как вы думаете? Потому что секс предназначен для рождения детей, а не для того, чтобы мы им просто наслаждались. Пока человек этого не поймёт, он не сможет правильное отношение друг с другом строить, потому что семья создаётся так же для того, чтобы в неё пришли дети. Кому семья больше нужна, нам или ребёнку? Кому больше она нужна? Кому, который в ней живёт. Поэтому, когда люди расходятся, они должны ребёнка спросить, он хочет, чтобы папа и мама жили раздельно или нет? Понимаете, нет? Чаще всего дети терпят до последнего. У меня родители ругались, я хотел, чтобы они вместе жили. Но потом в какой-то момент уже думал, что пускай будут мужем и женой, а живут раздельно. Потому что уже просто ужас был. Они там дрались, это нескончаемо было. Я помню эту ситуацию в своей жизни. И это было правильное решение. В детском сердце было правильное решение. Потому что люди не должны расходиться, они должны жить отдельно. Если не могут жить вместе, они должны жить отдельно и поддататься строить отношения. Если у них нет близких отношений, хотя бы далёкие должны быть. Но они не должны помышлять о других отношениях. Должны эти пытаться воссоздать. Отношения, если даются человеку, значит, они должны быть совершенны. Бог, если привязал людей друг к другу, значит, не зря. Мы не сами же привязываемся. Какая-то сила нас держит вместе, мы не можем уйти. Мы хотим, но не можем. Значит, есть сила, которая нас держит. Эта сила знает, что эти отношения могут быть счастливыми, если мы живём для того, чтобы их строить. Но для того, чтобы строить отношения, надо поставить цели. Есть две цели. Есть цель, есть отношение. Нет цели, значит, бессмысленно. Две цели в семье. Первая цель какая? Вместе жить для Бога или очистить свои отношения, сделать их возвышенными, сделать отношения настоящие, наколнить их настоящей любовью. Это первая цель жизни в семье. Вторая цель — это дети. Не купить квартиру вместе, не машину, не дачу, не помочь друг другу в том, чтобы найти хорошую работу. Это не является целью всё. Это является следственным. Если люди возвышают отношения свои в семье, от них начинает исходить определённая сила, которая заставляет всех быть рядом с ними. Если правильное отношение между мужчиной и женщиной в семье, это даёт удачу. Сразу работа, статус человека в обществе повышается в результате. Это в любом возрасте, да? В любом возрасте. Не имеет значения. Даже в 70 лет статус повышается в этом обществе. Если отношения очень возвышены между мужчиной и женщиной, так же поддерживаются в условиях, Продолжение следует...